Салют подписчикам канала Атом Асём и случайным зрителям этого видео. Вероятнее всего, вы, как и я, получаете огромное множество, скажем так, левых звонков от неизвестных номеров. Я лично, если включаю свой телефон после отдыха, то получаю множество сообщений о том, что мне звонили с неизвестных номеров. Да и в течение дня один звонок минимум добудет. Мне эта тема порядком надоела, и я избавился от неё навсегда. Вся процедура побудила меня на создание этого видео. Хочу вас, дорогие зрители, избавить от кучи ненужных рекламных спам-звонков. Досмотрите это видео до конца, и вас больше не потревожит чужой номер телефона. Погнали! Ну а перед началом этого видео хочу порекомендовать вам подписаться на мою группу ВКонтакте, которая называется «Необычная с Алиэкспресс». Там каждый час я выкладываю самые необычные товары с сайта Алиэкспресс по лучшей цене у проверенного продавца. Естественно, с ссылкой на покупку. А также все видео с канала о том о сём дублируются в этой группе. Либо ищите в поиске ВКонтакте «Необычная с Алиэкспресс», либо проходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Буду рад вас всех там видеть. Хочу начать свой ролик с самого простого способа. Я пользуюсь смартфонами Xiaomi, как и большинство из моих зрителей и подписчиков. Но, вероятнее всего, и в вашем смартфоне есть аналогичная настройка. Поэтому не спешите переключаться. Показываю на примере Xiaomi Redmi Note 8 Pro. На смартфоне установлено MIUI 11. В телефоне есть специальная утилита. Очень полезная. Называется она «Безопасность». Заходим в неё и видим несколько интересных пунктов. Каждый из пунктов достоин отдельной темы для видео. В рамках сегодняшнего сюжета нас интересует пункт «Антиспам». Находится он чуть ниже. Вот он. Заходим в него. Тут у вас, возможно, будет две вкладки «СМС» и «Вызовы». Но нам, в первую очередь, интересна вот эта шестерёнка. Нажатием на которую открывается настройка «Антиспама». Во-первых, это тумблер включения «Антиспама». Далее, блокировка вызовов. Тут я вам рекомендую включить блокировку вызовов от незнакомых номеров. И также рекомендую включить блокировать вызовы со скрытых номеров. Возвращаемся назад. И смотрите, ребят, на моём другом смартфоне Xiaomi в «Антиспаме» в настройке «Антиспама» есть и пункт «Блокировка сообщений». Если вас замучили СМС-ки от МЧС и всяких там фитнес-клубов, то включаем блокировку и СМС. Возвращаемся назад и переходим в настройки уведомлений. Внизу есть самый вот этот пункт уведомления. Как работает «Антиспам». Если вам позвонили с номера, которого нет в списке контактов, он при включённом «Антиспаме» автоматом отклоняется, и вам приходит уведомление, что вам звонил такой-то номер. Хотите вот это уведомление? Оставляйте. Я его лично включаю в «Не показываю». Вообще вот эта настройка, на мой взгляд, очень полезная, но многие из вас скажут, что при такой настройке я могу пропустить важный звонок. Вдруг звонит кто-то близкий с чужого номера. Да, ребят, это факт. Что же делать в таком случае? Всё просто. Есть специальные приложения, зачастую они бесплатные, которые во время входящего вызова показывают на экране, кому принадлежит номер телефона. То есть такой расширенный определитель номера. Показывается имя организации, и вы уже сами решаете, хотите слушать банкиров и ежесними или нет. Среди таких программ могу выделить GetContact, Касперский Калс и Яндекс с Алисой. Но опять же, есть одно «но». Такие приложения собирают данные о своих пользователях. Во-первых, синхронизируют всю телефонную книгу с именами, свои сервера и ваш журнал вызовов. Таких смельчаков, которым типа скрывать нечего, я думаю, этот факт не потревожит. Остальные же имейте в виду. Также, друзья, вы можете пробить номер звонящего в любом поисковике. Если это какая-то организация, то с большей долей вероятности вы получите об этом информацию. Есть ещё один способ. Я пользуюсь сим-картами с непубличными тарифами. К примеру, МТС с полным безлимитом в интернете, с полным безлимитом по звонкам внутри сети и без роуминга по России. И Билайн за 80 рублей в месяц с полным безлимитным 4G интернетом. Такие интересные тарифы вы можете подключить и на свой телефон. Естественно, не бесплатно, но с выгодной перспективой. В общем, ссылку оставлю в описании. Кто хочет, проходите, смотрите. Подключайтесь. У каждого оператора есть антиспам-услуги. Чаще всего эти опции платные, зато довольно эффективные. Функция эта называется «чёрный список». Как-то так. И у разных операторов стоимость разная. У Мегафона 1 рубль, в день у МТС 1,5. У Билайна это также рубль, у Теледва рубль 10 копеек. Зайдите на сайт своего оператора и прошерстите информацию. Стоимость всё-таки может отличаться со временем. И также, ребят, совет на будущее. При регистрации на сайтах старайтесь указывать свой номер телефона только там, где это крайне необходимо. И не игнорируйте пользовательские соглашения. Если есть возможность указать какой-то левый номер, левые сим-карты, то укажите лучше его. Не переходите по подозрительным ссылкам, которые приходят в SMS. И с осторожностью раздавайте свой номер на досках объявлений в интернете. Поделитесь этим роликом с родными и близкими, чтобы избавить их от назойливых звонков. Надеюсь, я вам также помог в этом вопросе. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Берегите себя и своих близких. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok